Искусственный интеллект проникает во все области нашей жизни. И, конечно же, фондовый рынок не может стать исключением. Искусственный интеллект уже работает с фондовым рынком. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Мы все уже давно пользуемся продуктами искусственного интеллекта. То есть это у нас навигатор, который показывает пробки. Он работает, он обрабатывает информацию со всех телефонов, которые подключены к этому навигатору. Когда вы подключаетесь, вы даете согласие на то, что он будет обрабатывать вашу информацию. И он анализирует эти большие данные. И он поэтому определяет скорость среднего движения на дороге. Это удобно и это хорошо. Поисковые системы. Мы все ищем. Через поисковые системы, через Яндекс тот же, через Гугл. И это тоже искусственный интеллект. Потому что он определяет очень точно ваши интересы, круг ваших интересов. И он действительно в соответствии с вашим кругом интересов показывает вам результаты поиска. То, что вы хотите. Он помогает нам жить на самом деле. То есть, многие этого боятся. Но на самом деле искусственный интеллект помогает нам жить. И этим надо пользоваться просто. И, конечно же, искусственный интеллект не может не прийти на фондовый рынок. И он туда пришел, естественно, давно. Но активно там работает очень много роботов всяческих. И, конечно же, очень крупные корпорации, конечно же, этим интересуются и занимаются. И они оптимизируют управление финансами при помощи искусственного интеллекта. И вот сейчас один из продуктов становится опосредованным, но доступным уже широкому кругу инвесторов. Уже появился индекс акций АИПЕКС. Что это такое? Что это такое? Посмотрите. Ну, здесь про Big Data. Коротко сказано, что, да, сейчас в последнее время появились системы, которые обрабатывают большие данные. И при помощи искусственного интеллекта, при помощи системы обработки больших данных, это онлайн-поиск, о котором я уже сказал, это в медицине, медицинские исследования. Искусственный интеллект помогает, вот, уже компания использует результат раннего скрининга рака молочной железы. Вооруженные силы тут написано, но на самом деле вообще все силовые структуры, они используют уже, естественно, искусственный интеллект, система распознавания лиц и так далее, для борьбы с терроризмом, там, для борьбы с преступниками, для поиска преступников. То есть это все используется. И вот компания IBM, в одном из проектов участвует, это IBM Watson. IBM Watson Artificial Intelligence. Что такое Artificial Intelligence? Это как раз искусственный интеллект. Это платформа для когнитивных вычислений, способная отвечать на вопросы окружающего мира, соединяя большие объемы данных, как традиционных, например, электронные таблицы с данными, так и нетрадиционных, например, новостных статей. Извлекая уроки из каждого проводимого ею анализа, система обучается, чтобы дать более точный ответ с каждым последующим вопросом. Watson представляет собой новую эру вычислительной техники, которая называется когнитивные вычисления. Ну, аналогию я могу сказать с навигатором. Скажем, навигатор мне указывает дорогу, а иногда он ошибается. И когда он ошибается, я беру и еду не по тому маршруту, по которому он мне показывает, а по другому. И он смотрит, блин. Один раз, значит, он как бы ставит галочку. Так, меня не послушались, поехали по другому маршруту. Потом второй раз он ставит галочку. Третий раз он ставит галочку, что его не послушались. И уже на пятый раз, на какой-то энный раз, он уже мне предлагает тот маршрут, по которому я езжу чаще. То есть он обучается. Вот примерно та же история с любой системой. И вот этот IBM Watson работает с компанией Equibot. Это управляющая активами компания в Сан-Франциско. То есть это уже управляющая компания, которая управляет большими активами. И она является участником IBM Global Entrepreneur Program и является разработчиком данного индекса. Данный индекс создан, чтобы представить инвесторам доступ к возможностям, которые Artificial Intelligence может раскрыть. Equibot был создан соучредителем, бывшим техническим директором Intel. Они были первыми разработавшими ETF на основе искусственного интеллекта. И в настоящее время управляют несколькими ETF за отдельными счетами, следят для институциональных инвесторов. Ну то есть для очень-очень крупных типа пенсионных фондов. Что делает вот эта вот компания? Ну, IBM Watson, он определяет, он анализирует данные, которые функционируют в интернете в разных источниках, в разных источниках, которых можно доверять. И, например, он анализирует текстовые статьи на Bloomberg, например, да? И в этих текстовых статьях там, ну, как бы встречается название компании и, значит, держать, покупать, значит, там хорошие новости и так далее, и так далее. Он анализирует вот эти вот тексты, которые чаще встречаются, и он, ага, значит, там положительное, скажем, звучание или отрицательное. И в соответствии с этим он как-то либо повышает рейтинг той или иной компании, либо понижает. То есть он отслеживает рейтинги по многим-многим параметрам. Там вот много-много разбивочка параметров. Если хотите, я расскажу про эти рейтинги примерно, как я представляю себе про классификацию. Там достаточно много параметров. Вот. Используя полученное знание, они, Айпекс, активно исследуют и оценивают каждую из тысяч публичных компаний США. Для того, чтобы найти, отобрать лучшие из них в количестве 250 штук. Вот. Но это мы потом увидим. И чтобы обеспечить более стабильную доходность при сниженном риске, вот это важно для инвестора, в Айпекс встроен контроль волатильности на уровне 6% годовых. То есть вот это вот Айпекс, это отличительная черта этого индекса, это значит контроль волатильности в 6% годовых. Что это значит? Это значит, что если волатильность, если вот суммируем все-все-все акции, и какая-то акция вдруг выросла выше, чем на 6% относительно других. Достаточно быстро, 6% годовых. Соответственно, эта акция продается. Если акция, наоборот, упала больше, чем на 6%, то эта акция также продается, потому что, ну, волатильность. То есть если у нее колебания начинаются выше, чем 6% годовых, то или иную сторону от этой акции избавляются. Вот, поэтому, вот такая модель. Оценивается тысяча компаний США, отбираются 250 из них, каждая из компаний присваивается вес, причем наибольшие веса присваиваются компаниям с наивысшими совокупными баллами, ну, это понятно, с учетом диверсификации и лимитов рыночной ликвидности. Ну, то есть вес определяется акцией, ну, это очень сложный алгоритм, на самом деле, для веса. Вот. Для портфеля отобрано около 250 компаний с наивысшей совокупной оценкой финансового здоровья, качества менеджмента и новостного потока. Тоже очень важно, потому что если выходит негатив, то у компании очень хороший фундаментальный показатель, но там какой-то харассмент или нарушение прав, вот, то, в общем, у компании все резко начинает падать. Ну, пример портфеля индекса во время пандемии COVID-19. 35% медицина, фармакология и биотехнологии, 12% фанк, это Facebook, Apple, Netflix и Google, то есть компания, ну, техи, так называемая, и 20% бумаги пандемии и бумаги рецессии. Ну, а теперь давайте посмотрим на поведение этого индекса за последнее время. Вот он. Индекс учился, значит, они сначала определяли, естественно, они его тестировали. Вот он график, смотрите. Вот серый, вот этот вот график, вот этот серый график, это индекс S&P 500. Вот, ну, мы знаем, что в начале февраля он начал падать, потом, вот, так сказать, ну, это знакомый всем график. Вот он падал, потом начал снова расти. Это индекс падал. Что произошло с индексом Apex 5? Он красный. Посмотрите, красный индекс. Вот, он шел, он повышался в соответствии с индексом S&P 500. Дальше, значит, он с индексом S&P 500 идет. Он дальше понижается с индексом S&P 500. Вот, растет, а Apex не так сильно растет, потому что ограничение волатильности, потому что вслед за буйным ростом будет буйное падение. Он не так сильно рос, но зато, когда пошло падение, он не так сильно падал. Вот, посмотрите, красный индекс, он практически сохранился, он не сильно просел. И инвесторы очень мало чего потеряли в этом индексе. Но при этом на, естественно, падении, да, там акций нет, потому что волатильность большая. Акции тех, которые упали, то есть нет вот этого погони за бешеной прибылью. Есть стремление сохранить деньги и сгладить вот это вот движение, чтобы все было спокойно. Вот, и черная линия, наконец, это S&P 500, RSI. Здесь 5%. Да, и здесь тоже Apex 6%, а здесь 5%. Ну, вот, что такое 5%? Я спросил у своего менеджера в открытии. Он сказал, что это как раз вот индекс S&P 500 с ограничением волатильности в 5% акций. То есть, ну, вот это вот, избавляются от тех акций, которые сильную волатильность показывают. Вот они практически совпадают. Красный и черный графики. И вот этот вот Apex, это искусственный интеллект. И сейчас он доступен. Ну, вот здесь защита и так далее. Что предлагает банк открытия в качестве своей инвестиционной ноты? Вот, что он предлагает. Посмотрите. Это он выпустил в виде облигации. То есть, у нас это пока не доступно на Мосбирже. Это доступно в виде облигации. Облигация следующего вида. Она может быть либо в рублях, либо в долларах США. В рублях это 100 тысяч рублей. В долларах США, насколько я понимаю, там не знаю сколько. Честно говоря, тут не написано. Ну, думаю, что не меньше 1000 долларов. Вот. В чем заключается, как бы, продукт? Смотрите. Если вот эта вот облигация, если этот индекс ETF растет, растет, то эта облигация тоже растет. Но растет она. Коэффициент участия в росте индекса 75%. То есть, смотрите. Ну, грубо говоря, если вот здесь написано коэффициент участия, значение базового актива, начальное значение, ну, и так далее. Коэффициент участия 75%. То есть, индекс вырос там, скажем, на 20%. Ну, вот здесь есть и расчеты. Индекс вырастает нам на 200%. У вас 150% эта облигация выросла. Но, в чем кайф? Если индекс падает, он может упасть, то ваша облигация не падает. 100% защита капитала в рублях, ну, или в долларах. Но не падает. 100% защита капитала. То есть, вы в конце срока гарантированно получаете свой, свои деньги, даже если индекс упал. Если индекс вырос, то вы получаете 75% от роста этого индекса. И вот сейчас вы видите то сообщение, которое появляется у клиента в открытии брокер, когда они заходят в терминал КВИК. Финансовый продукт, собранный искусственным интеллектом, успею купить уникальную для российского рынка биржевую облигацию АИПЕКС со 100% защитой капитала. Это именно то, о чем я только что рассказал. То есть, и здесь же ссылка, можно нажать на эту ссылку и просто взять и купить эту облигацию, которая только-только сейчас размещается на рынке. Сбор заявок до 24 июля. В чем минусы этой облигации? Ну, минусы очень такие серьезные. Ребалансировка ежемесячно, тра-та-та, но облигация на 3 года. Тип купона условный, я уже сказал, наблюдение только одно при погашении облигации. То есть, вы вложили деньги, вы можете смотреть на этот индекс, вы можете понимать, ваши деньги выросли или не выросли. Упасть они не могут, только за счет инфляции. Упасть они не могут, я повторяю. А вы получите свои деньги с прибылью или без прибыли через 3 года. Досрочный выход из этой облигации, да, возможен, потому что, ну, я думаю, что она будет торговаться на бирже. Не уверен, что она будет очень сильно ликвидная, но торговаться она будет. Для того, чтобы узнать подробности, обратитесь к своему менеджеру, если вы в открытии. Ну, собственно говоря, вот так. Это для тех, кто хочет, еще раз говорю, сберечь свои деньги. И у кого сердце ёкает, когда акции падают. Ну, я на самом деле очень рискованную стратегию веду. И у меня как раз вот все может и упасть. И я рискую, короче говоря, сильно, потому что я хочу больше заработать. Если хочешь больше заработать, надо больше рисковать. Но я знаю, что очень многие люди не хотят рисковать. Я это вижу. Мне задают вопросы соответствующие, говорят, мы не хотим рисковать, мы хотим вот вложить во что-то надежное. Вот она вам, надежный инструмент. Я надеюсь, что это видео будет полезно для многих, поэтому и буду об этом еще рассказывать. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.